Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Некоторые гости уверяли меня, что детское кино в стране умерло. С этим не согласен народный артист Александр Галибин. Приветствую вас, Александр Владимирович. Здравствуйте. Вы сказали, что вы приехали к нам с Масфильма. Что это вы там снимались или снимали? Что вы там делали? Встречались? Я бы на самом деле закончил такие большие очень съемки в августе месяце. По сценарию Ксении Драгунской мы снимали картину в объединении Стелла. Федор Максимович Попова, продюсер, который называется «Сыроежки». Или второе название у него есть «Кораблекрушение». Я смонтировал картину и показывал просто продюсеру то, что мы сделали. Там остался еще один съемочный день, но это зима. Это мы снимем, наверное, в начале января, в январе. Но в основном картина готова. Ее надо теперь дозвучить, домузыкалить. И это произведение увидит свет, я надеюсь, к осени. Только к осени? Ну, весной мы покажем, конечно, ее где-то. Но я думаю, что прокат – это осень. А что это? Можете раскрыть? Я так обратился, так вышло к теме подростков. Мне Ксюша Драгунская три года назад, уже четыре года назад, позвонила и сказала, что вот у нее есть сценарий, с которым она много лет ходит по разным людям и никак не может найти человека, кто мог бы это снять. Она посмотрела мою картину «Сестренка» и сказала, что вот, Саша, я думаю, что ты человек, который может это снять, это кино. Я прочитал, очень увлекся, очень сильно увлекся этим сценарием. Предложил Федору Максимовичу, он тоже увлекся. И мы стали работать. Потом не стало Ксюши, мы стали работать с ее супругом Женей, не стало Женей. Сценарий остался, мы подали его в Минкульт, и Минкульт дал нам финансирование. Это картина о подростках, это картина о таком становлении человека. Это две девочки, главная героиня и герой, которого ваш покорный слуга взял на себя, потому что я искал актера, но не мог найти для этой картины человека, который мог бы это передать, то, что хотела Ксюша, как мы с ней это обговаривали. А она вас и видела как сценарист в этой роли? Мы с ней общались, разговаривали, и, конечно, она говорила о том, что мог бы я это сделать, сыграть эту роль. Я долго думал, делать мне это или не делать, искал актера, не нашел, и потом снялся сам. Она о подростках и для подростков? Да, это картина, да, после 12+, я бы так сказал. В начале ноября прошел фестиваль «Лучезарный ангел». Это там ведь тоже про... это фестиваль детского кино, да? Или там было представлено детское кино? Там есть как бы такой... часть, что ли, часть картин, есть детских картин, да. И это очень правильно и очень нужно. Но я был председателем жюри «Короткого метра». И в основном это были взрослые картины и, по-моему, 10 или 12 картин короткометражных картин. Я подчеркиваю, было детских. Ну вот и мы, значит, это смотрели. Оценивали, понятно. Просто меня смутил слоган «Доброе кино». Вот что такое «Доброе кино»? Я вот хочу, чтобы вы мне рассказали, что такое «Доброе кино». Вот это фестиваль «Доброго кино». Значит, бывает и злое, стало быть, тогда. Но вообще этот фестиваль называется «Лучезарный ангел». Да. Если расшифровывать слово «Лучезарный», «Лучезарный», то есть фестиваль, который озарен неким лучом ангельским, да. Ангельский луч – это всегда несет свет. Он не несет в себе тьму, он несет всегда свет, всегда движение, всегда какой-то путь. И путь этот светел. И, наверное, слоган «Доброе» вытекает вот из такого сочетания, скорее всего, а не просто сам по себе доброе кино. Конечно, само по себе такое доброе кино. Что это значит? Это возникает вопрос. Мне гораздо дороже, что это все-таки «Лучезарный», то есть кино, которое озарено светом любви, светом, тепла, отношения ко мне как к человеку, понимания и разбирания в этих категориях добра и зла, как вы сказали, света, тьмы. Вот. Вообще, вы знаете, в связи с вашим вопросом возникает одна интересная тема. Тема эта связана с тем, что наше кино детское, оно стало развлекательным. Оно перестало разговаривать с детьми с экрана. То есть кино, на котором воспитывался я, которое я помню, и остатки которого есть, конечно, в проявлении сегодняшнего дня, остатки. Это кино, где экран говорит с залом. Таким талантом обладал Ролан Антонович Быков, конечно. Для меня это человек, которого я очень ценю, и я был знаком, мы были дружны. Я даже снялся на него в объединении в картине «Муж и дочь Тамары Александровны» в главной роли. И мы с этой картины ездили в Венецию. Это Динара Осанова, это Грамматиков Владимир, на фестивале которого я был в сентябре. И показывал две картины «Приключения маленького Бахи» и «Сестренку». Я как раз за то кино, которое разговаривает с экрана, с аудиторией. А сейчас кино развлекательное. Я не против развлекательного кинематографа и не против того, чтобы кино приносило деньги, конечно, это важно. Но мы утеряли этот диалог полностью, я считаю, и стали детей развлекать. В связи с этим, понятно, что произошла такая потеря в 90-х годах, произошла американизация не только взрослых, но и детских картин, стали извлекать из всего выгоду. И «Золотой телец», он, конечно, сейчас главенствует. Кино, на котором я рос, кино режиссеров, которых я назвал, но кого-то я, может быть, и не назвал, Сергей Соловьев. Потрясающие картины были, сто дней после детства, просто потрясающее кино. Илья Фрес, знаю, много режиссеров было, которые умели это делать. Сейчас режиссеры это делать разучились. Наши дети в связи с этим, ну и с какими-то жизненными обстоятельствами, перестали совершать поступки. Поступки. Вот в моих картинах, начиная с «Золотой рыбки», с «Золотой рыбки», которая у вас... Да, у нас программа «Звайбаш» в полный метр, да. Да, у меня был заготовлен такой вопрос. Вы сами открыли этот дверь, да. Дети совершают поступки. Так. И благодаря тому, что дети совершают поступки, они совершают поступки взрослых людей. Ну, они это совершают как дети, конечно. Ну, дети войны совершают одни поступки, подростки, или дети, вступающие в подростковый период. А как, там, не знаю, приключения маленького Баха, Баха, которому 7 лет, он совершает другие поступки детские. Но он их совершает. Наши дети перестали в силу очень больших разных обстоятельств, причин, ситуаций, ну, там, телевидения, интернет, перестали это делать. И вот я за то, чтобы наши дети эти поступки совершали. И мне кажется, в результате этого действия возникает диалог. И вот, возвращаясь к фестивалю, который уже 18 лет идет, я был потрясен. Вот, был буквально потрясен. Аудитория полторы тысячи человек в открытом зале. Ну, то есть, на открытом пространстве. Огромный экран. И картины шли при гробовой тишине. Детям было интересно. Никто не шелестел, не ел мороженое, не кричал, не шушукался. Нет, ну, кто-то там как-то переговаривался. Но была такая тишина, которая говорила о том, что внимание было там. Все. И подтверждением этому были наши диалоги после кино. Когда дети задавали вопросы, взрослые вопросы они задавали, на которые они искали ответ. Это я называю диалогом. Потому что им было не только интересно, они еще чувствовали свою сопричастность. Сопричастность не с человеком, как бы, экрана, а сопричастность с теми какими-то идеями, мыслями, которые на них с экрана лились. Вот это я называю диалогом. Потому что, конечно, у вас вопрос был бы, а что вы называете диалогом? Вот это я называю диалогом. Мы прекрасно разговаривали по многу времени, и я вижу, как их эта сопричастность волнует. При этом у меня есть картины детские, где попытка в жанре лирической драмы сделать так, чтобы этот диалог тоже возникал. У меня есть картина, скажем, Маруси Форева о маленькой девочке, которая оказалась волею судьбы с ее папой, балбесом, которому 27 лет, и который не знает, как ему жить, что ему делать. И эта девочка как бы ему помогла в этом движении. И есть картина «Моя ужасная сестра», такое странное название, может быть, да, но там «Ужасная сестра» и «Сердечко», «Моя ужасная любимая сестра». И вот сейчас я снял в мае картину «Моя ужасная сестра 2». То есть картина «Моя ужасная сестра 1» вызвала огромный интерес. Мы довольно много, не мы, а продюсеры довольно прилично окупили картину. То есть она заработала какие-то такие довольно серьезные деньги. Это можно посмотреть, сколько, я об этом не понимаю. Вот. И решили снять «Моя ужасная сестра 2». И мы ее в мае сняли. Мне кажется, что вот этот жанр лирической комедии, да, в котором я делаю тоже поиски свои, он имеет момент очень сильно развлекательный, но при этом там есть и возможность подумать над тем, что происходит на экране. Разве достаточно только усилий людей вашего цеха, то есть только кино для того, чтобы переформатировать целые поколения? Разве школа не должна в основном заниматься тем, чтобы, как вы говорите, дети и подростки совершали поступки, а не были настроены только на потребление развлекухи? Ну, конечно, школа. И я думаю, что прежде всего семья. И вот мои две картины «Моя ужасная сестра», как бы это ни звучало, «Моя ужасная любимая сестра», они о семье, о том, что семья формирует сознание маленького человека, и что семья значит для маленького человека очень много. И в последней картине уже не две девочки, как в первой картине, работают, а там еще есть и маленький ребенок трехлетний, который на протяжении картины не говорит ни одного слова, но ее просят все время сказать, скажи мама, скажи папа, скажи сестра. Она не говорит. И в конце картины она говорит свое первое слово. И это первое слово – семья. И это так трогательно. И все мирятся, и все дружатся, и любовь, и создается ощущение того слова, которое вы произнесли в начале – добра. – Обратил внимание, что вы употребили и пить – это последний. Сейчас вообще такая мода, говорить все время крайне. – Я не говорю, что вы крайне. Крайне в очереди, знаете, стоят. Вы крайне за хлебом, за булкой, за консервами, за сосисками. А у меня последний, да. – То есть вы не суеверный человек в этом отношении. Я тоже вообще не понимаю, что это крайне. – Это абсолютно. – Вы путь по телевизору без концерта. – Я не понимаю, крайне. – Просто если есть доброе кино, значит, стало быть, есть и злой кино. Вот, допустим, про ленты Алексея Балабанова многие говорят, что это злой кино. Как вы относитесь к этому определению? – Я не считаю. Это очень талантливое и очень сильное высказывание человека, личности, человека, который видел мир вот так. Это не злой кино. Злого кино нет. – А вообще нет злого кино? – Нет. Я бы сказал, что есть, может быть, агрессивное кино, где есть агрессия. Я не знаю, злой кино. Я не знаю формулировки злой кино, честно говоря, простите. Я не могу ее в себя как-то впустить. – Я, честно говоря, и про доброе кино. То есть как-то вот вы рассказали, как вы это представляете. У меня четкое ощущение такое, какое кино доброе, какое злое. То есть для меня кино всегда это либо кино, которое мне нравится, либо которое мне не нравится. А вот доброе и злое, ну мне вот, допустим, вот жанр хоррора, ужастики, который почему-то, кстати, очень любят и дети, и подростки. Как вы относитесь вообще в целом к этому направлению в кинематографе? – Я равнодушен полностью к этой области. Ну я знаю, что она есть, я что-то видел, но я не подключаюсь к этому. Я абсолютно равнодушен. Меня это не трогает, меня это не пугает. Не, ну то есть какие-то вещи, они страшные, но это нельзя запретить. Это нельзя этому сказать «нет». Я не предлагаю. Нет, я к тому, что это как было, так и будет, и будет развиваться, и будет еще как-то компьютеризироваться. Но мне это неинтересно. Вот в народных сказках всегда тоже есть элементы каких-то, ну там зловещие персонажи, и происходят ужасные вещи. Кстати, вот сейчас экранизируются сказки или нет? Я просто помню, во времена своего детства очень много было экранизаций сказок. Сейчас что происходит в детском кино? Есть сказки? – Есть, да. – В том числе и народные, или это пишется сценарий со сказочными сюжетами? – Ну, сейчас сказки осовремениваются, скажем так. То есть сказки, которые являлись и были всегда в области фольклора, стали осовремениваться. Баба-яга стала приобретать современные черты. Она даже может переодеться в современный костюм и из одного времени из леса оказаться в современном городе. Кощей Бессмертный тоже может оказаться среди нас. Вот это очень любит делать, я к этому очень спокойно. Понимаете, есть просто вещи, в которые я не захожу, потому что они мне неинтересны. Они мне просто неинтересны. И у меня нет времени тратить на это свои силы, уже нет времени. И я не хочу это делать. Я хочу заниматься тем, что я могу. Я могу вот так, начиная с золотой рыбки. Я говорю с детьми и с аудиторией своей вот таким языком. И я буду продолжать говорить этим языком. Поэтому заходит Баба-яга в современный мир или не заходит. Летает Змей Горыныч там где-то на поляне, садится в Химках или там где-то. Ну, садится и садится. Значит, вот мне это неинтересно. Потому что в этом нет диалога. В этом есть развлечение. И я не против развлечения. Я за диалог. Я об этом уже сказал. Просто не хочется повторяться. Ну, мне казалось, что все вот фольклор и вообще все сказки, они именно вот этот момент воспитательный всегда несут. Потому что там, в общем, победа добра над злом. Ну, как правило, мне представляется не только в русских народных сказках, но вообще вот в глобальном фольклоре. Там как раз есть вот момент вот этого диалога с ребенком, которого учат, что насколько не было могущественным зло и насколько оно не было там хитрым иногда и красивым, добро всегда победит. Ну, я же вот говорил о картинах, на которых я рос. Я рос на картинах Василиса Прекрасная, Илья Муромец, Каще Бессмертный. Абсолютно наивные, некомпьютеризированные картины, в которых добро всегда побеждало зло. А вот про элементы современности, кстати, если отойти вообще от темы детского кино, как вы вообще смотрите на тенденции, ну, мне кажется, последних даже не нескольких лет, а может быть, последних десятилетий, когда, допустим, ну, шекспировская какая-то вещь происходит в современных интерьерах. Ну, там, в городе. Или когда Грымов у него там сестры, они совершенно не того возраста, как в оригинале. И тоже это происходит не в 19 веке, а в 21. Как вы смотрите на использование современных интерьеров и вот современного контекста при экранизации, ну, или если речь идет о театре, при постановке таких классических произведений? И я этого не понимаю. Не понимаете? Я не понимаю, зачем это нужно делать. Если тебе хочется что-то сказать, если тебе есть что-то сказать, ну, возьми, напиши или пригласи кого-то, пусть он тебе напишет то, что ты хочешь сказать. И скажи, а брать Чехова и помещать его в современную слою. Понимаете, «Три сестры» — это настолько глубокая пьеса, это такое вообще духовное завещание Чехова миру, что если ты окунаешься в этот мир, то ты там просто пропадаешь. Потому что там надо, наоборот, где-то остановиться и сказать себе «стоп, будем работать вот с этим, с этой глубиной, дальше не пойдем». Потрясающий фильм есть у Дзефирели, Ромео и Джульетта. Тоже фильм, ну, не детство, но как бы откуда-то из моей памяти сейчас выплыл. Совершенно потрясающий фильм с потрясающими артистами молодыми. Моя дочь на этом фильме тоже выросла. Сейчас ей уже 20, а когда-то она смотрела, когда ей было там 7, она была потрясена. Я не думаю, что такое бы потрясение было, если бы героев она видела, сначала бы увидела Шекспира в современном мире. И я думаю, что такого бы потрясения не было. А вы считаете, что для новых подрастающих поколений, для наших детей, для наших внуков, надо снимать ремейки тех фильмов, на которых мы росли, которые им нравились, чтобы они видели знакомые лица молодых актеров, или чтобы как-то вот, есть такой термин, апгрейдить, осовременивать, как вы, может быть, сказали. Или можно молодежи показывать вот эту классику, которая нам знакома, и на которой мы росли. Я не знаю удачи ремейка советской картины. Я не знаю. То есть все вы считаете... Я так не сказал, я не считаю. Я сказал, что я не знаю удачи. Может быть, кто-то снимет ремейк, это будет удача. Вообще, любая картина, она находится во времени, в своем времени и в своем пространстве. И картина, я не знаю, там, вам и не снилась. Ты же знаешь, что моя призрание математика. Я не знаю, зачем ее переснимать. Она была сказана в своем времени, она свое сказала слово. Слово своего времени, слово своих героев, своих персонажей. Переносить ту же самую идею в сегодняшний день. Сегодняшний день настолько изменился по отношению к тому дню, о котором идет речь в картине, там, скажем, вам и не снилось, что сложно представить себе этих героев сегодня. То есть можно, но зачем сделать что-то свое? Ну, если у тебя, конечно, болит это. У Ильи Фреза это болело. Он взял и снял эту картину, к примеру. Или пацаны Динары Осановой. Но у нее это болело, она сняла. Или там не болит голова у дятла той же Динары Осановой. Или чучело. У Ролана Антоновича это болело. Он взял и снял. Это не надо подтасовывать и подсовывать под этот материал сегодняшних детей. Они просто другие. Они просто другие дети. Я их вижу, я с ними общаюсь, они другие. Я устраиваю кастинги, многомесяцовые кастинги, чтобы найти героя, который бы вошел в картину, в которую я хочу, чтобы она прозвучала как-то. И я вижу, они другие. Ну и хорошо, что они другие. У меня такое сложное к этому отношение. Оно неоднозначное. Может быть, у кого-то это получится. Я бы так не делал. Если бы мне предложили какой-нибудь ремейк, там, пацанов, например, или чучело, я бы отказался. Я бы не смог увидеть в этом сегодняшний день. Хотя отголоски его, конечно, есть. Бесспорно. Потому что человек остается человеком. Его слабости остаются слабостями. Его пороки, они остаются пороками. Понятно. И детские в том числе. Ну, у детей нет пороков. Дети ангелы. Это взрослые им прививают то, что им не надо, на самом деле. Борис Грачевский в этой студии, незадолго до своего ухода, говорил, что детское кино у нас в стране закончилось. Вы эту точку зрения очевидным образом не разделяете. Вы считаете, что реанимировать детское кино в тех масштабах, которые оно было раньше, возможно? Я правильно понимаю вашу установку? Конечно, возможно. Мы просто очень много потеряли и растеряли. И то, что было, очень много говорят на эту тему. Но, правда, и очень много делают. И Министерство культуры в том числе очень много делает для того, чтобы это возродилось. Очень много делает, правда. Но только финансирования недостаточно. Хорошо, я как раз думаю, что... Вообще, я считаю, что работать с детьми – это такая ответственность огромная. И нужен какой-то допуск человека работать с детьми. Сейчас то, что я вижу на экране в большинстве. Я вижу, что взрослый человек навязывает ребенку в большинстве случаев свое мнение, как ему играть, свои какие-то мысли. Я просто по-другому работаю. Я даю ребенку полную свободу. Я... Ну, прежде я ищу такого ребенка, которому можно дать полную свободу. В его каких-то размышлениях относительно того материала, в котором он существует. Я долго ищу, но я ему даю свободу. Свободу высказаться этим текстом, этими поступками. И на экране человек, с которым интересно разговаривать, на которого интересно смотреть. А в большинстве случаев вот эти студии, которые сейчас пооткрывались, это же, знаете, может быть, никого не хочется обижать, но, правда, это, может быть, какие-то комплексы взрослые, которые не состоявшихся артистов, режиссеров, которые теперь детям предлагают практически знания ГИТИСа или Щукинского училища, упражнения какие-то ненужные, этюды. С детьми надо работать по-другому. И мне кажется, что нужен какой-то допуск, какие-то ограничения работы с детьми, чтобы не каждый, вот, дай-ка я буду с детьми работать. Не получилось со взрослыми. А вот с детьми у меня получится. Да не получится. Потому что ребенок — это целый мир. Надо в него как-то завоевать сначала доверие у ребенка, а потом уже работать. Режиссер, который работает с детьми, он педагог? Конечно. 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 Сейчас скорость, особенно сериальная скорость, такова, что там не до работы. Но я всегда делаю огромную подготовительную работу, прежде чем приступить к съемкам. И мое общение с детьми связано еще и с каким-то их, что ли, научением, чего-то того, чего они не знают. Мы общаемся, разговариваем. Я предлагаю им смотреть картины какие-то, чтобы они посмотрели. Потом мы это обсуждаем, мы об этом разговариваем. Мы медленно приближаемся к тому тексту, с которым им предстоит работать. Медленно. А чем вы объясняете такой достаточно известный феномен, который, ну, мне не попадалось, чтобы он был описан, но он наблюдается вообще в отрасли. Правда, что бывают вот звезды, дети, ну, там, я не знаю, как один дома и прочее. А потом во взрослую жизнь не выходит актер заметный, что совершенно замечательно ребенок себя проявляет на съемочной площадке. он становится звездой, а потом из него не вырастает актер. Как, у вас есть какое-то объяснение вот этому игрению? Вы знаете, там, где ребенком пользуется какая-то разовая акция, такой вброс его, да, вот находят типаж, находят какую-то, в типаже сочетается какое-то соответствие персонажу, которому надо играть. Взрослые начинают его учить, взрослые начинают вокруг него ходить, начинают обставлять для него эту ситуацию. И тогда ребенок как бы играет так, как под дудку взрослого человека. Я по-другому работаю просто. Когда я разговариваю с детьми, общаюсь с детьми, я ищу соответствие материала, который у меня есть, с которым я работаю, и человека, который мог бы этот материал, эту задачу через себя пропустить. И это большая, очень серьезная работа, нудная, очень неблагодарная. Знаете, в картину «Сестренка» я искал мальчика 9 месяцев. Мы объехали всю Башкирию, ну, не мы, кастинг-директора, и детские дома, и школы, и изоляторы какие-то, и неблагополучные семьи. И мне присылали все время видеоматериалы. И я сам ездил туда несколько раз. И мы не могли найти мальчика, который бы вот был в соответствии с тем материалом этой потрясающей повести Мустай Карима «Радость нашего дома». Мы не отчаивались, мы искали. И когда я приехал в Уфу на кастинг, был человек, ну, наверное, чтобы не соврать, человек 20 детей, ну, может быть, их там было 15, ну, человек 20 детей, которые носились, бегали, я их видел. И я когда вошел в этот зал, я увидел мальчика, который просто сидел с папой и молчал. И я понял, что это он. Ему было 6 лет. Были огромные сомнения у продюсера и у оператора по поводу этой кандидатуры, потому что они боялись, что просто он про кино ничего не знал. Что он не сможет полтора часа держать напряжение и держать, как бы, вот то, что есть в этой потрясающей повести. Я настаивал. Мне сказали, ты отвечаешь за это? Я сказал, что да, я за это отвечаю. Мы стали снимать. На картине ему исполнилось 7 лет. Я считаю, что это потрясающий совершенно парень. Как сложится его судьба дальше, я, конечно, не знаю. Я не знаю, будет ли он актером, но там совпало все. Понимаете? И дальше я его ничего не учил. Мы с ним просто были большие очень друзья, товарищи. Мы делали одно дело. И мы разговаривали, общались, дружили. Мы в кадре были на равных с ним. Я был с ним на равных, насколько это возможно. Но я хочу сказать, что так с каждым персонажем. Вот сейчас в картине «Сыроежки» было две совершенно потрясающих девочки-подростка. Я никогда не работал с девочками-подростками, но это правда целый мир. Огромный мир. Мир детей, в который тебя еще и не пустят. Потому что... А если они не пустят, то тогда ты не можешь это проявить на экране. Ту проблему, о которой тебе хочется проявить. Только за счет доверия, за счет уважения друг к другу, моего к ним, а их ко мне, возник этот контакт, который, я уверен, будет на экране пробивать зрителя. А это подростки. Очень замкнутая среда. И то же самое с детьми, с которыми я работаю на других картинах. Я также с ними вступаю в человеческие отношения какие-то. Мне кажется, что это важно. Иногда не хватает времени, конечно. Не хватает. Но все-таки ты стараешься не гнать там, где это не надо делать. Все-таки ребенок должен войти в мир кино, в мир площадки в таком покое. В покое. Что ему верят, что ему доверяют. Что на него никто не будет кричать. На него не будет никто понукать им. А что он сделает то, что он может. Гости программы «Золотая рыбка» чуть ли не через одного жалуются, что нынешние подростки, особенно девочки, вот этой возрастной группы, матерятся. Вам приходилось сталкиваться с тем, что употребляют ваши актеры ненормативные? Нет, мои юные актеры не употребляют. При вас? Нет, не при мне, вообще не употребляют. Просто у моих юных актеров очень хорошая такая среда, которая касается семьи. Вот к нашему вопросу о семье. И то, что мне очень важно. И свои последние две картины «Моя ужасная сестра». Я говорил о семье. Говорил через лирическое ощущение этого мира, семьи. А как, в принципе, вообще относится к употреблению ненормативной лексики в кино и в театре? Потому что есть целый ряд режиссеров, очень модных, наверное, так надо сказать, тех, о которых говорят, которые этим инструментом пользуются ненормативной лексикой на сцене. И я не пользуюсь. Я понимаю. Я вопрос не про то, что... Ну, это не значит, что я ее не знаю и не употребляю, но я ей не пользуюсь на сцене. Я понимаю. Вопрос был о том, как вы относитесь вообще к этому инструменту, который используется вашими коллегами. Это вопрос культуры человека, который что-то делает на сцене или в кино. Это вопрос его культуры, вопрос его внутреннего мира, вопрос вообще понимания мира, как он с ним общается с миром, что он хочет от мира, как он ведет диалог с миром. Ну, почему я должен как-то грозить ему пальцем, так нельзя делать, нельзя ругаться матом. Ну, вот он видит это так. Ну, ты так видишь. Может быть, что-то надо поменять в себе, чтобы можно увидеть как-то и по-другому это. Не обязательно через те слова, которые мы знаем. А ваше отношение к цензурным ограничениям, ну, когда в вышедших картинах блюрят сигареты, когда распивание спиртных напитков купируется, особенно вот в контексте того, что вы работаете с детьми, с подростками. Я не вижу в этом смысла, честно говоря. Я же все равно знаю, что человек курит. А потом я смотрю картину, там вот замыли на заблюри на это сигареты. Но я знаю, что а дым идет. На очень многие ленты ставится маркировка, там, ну, плюс 16, там, все это в презумпции того, что дети, допустим, помимо прочего, могут быть травмированными сценами, там, насилия какого-то или жестокость, проявления жестокости. При этом, ну, мы же знаем, что в детских играх, которые смотрят, там вообще отрывание головы и какие-то фонтаны, так сказать, жидкие человеческие, это вот, ну, компьютерные, я про компьютерные игры говорю. Это такое, в общем-то, ну, абсолютно расхожее частое. Имеет ли смысл ставить вот вообще эту маркировку, то есть детей ограничивать от тех или иных зрелищ, сейчас, когда есть интернет, когда есть всемирные сети, когда, в общем, любой ребенок может, если захочет, все это найти? Ну, я, честно говоря, никогда не задумывался над этим в мое время. Ну, в наше время было плюс 16, до 16, да. До 16, да, и как-то я к этому относился спокойно, и я это понимал, что ли, да, как, не знаю. Сейчас действительно проще, человек там не может посмотреть это в кино, он пошел, открыл компьютер и посмотрел. Я думаю, что это все-таки вопрос, опять, такой культуры в семье, культуры воспитания. Если родители могут ребенку что-то объяснить из того, что он видит и не понимает, и что ему нельзя смотреть, то, наверное, они могут это сделать и поговорить в семье. Я уже сказал, что с ребенком надо разговаривать. Знаете, как в «Трех сестрах», о которых мы сегодня вспоминали, Маша говорит, говорят, говорят, живешь в таком климате, того и гляди, снег пойдет. А тут еще эти разговоры. Знаете, такая замечательная фраза. Я так много говорят и так немного делают, что я просто предпочитаю делать и предпочитаю не участвовать в каких-то бессмысленных дискуссиях. Я просто отвечаю собой, как я это могу. Вот это, мне кажется, важно. А, наверное, кому-то важно вести вот эти вот дискуссионные беседы, надо ли замыливать сигареты, алкоголь, нужна ли цензура, мат. Ну, кому-то это интересно. Мне нет. Я вот понимаю, что из вашего треть следует, что вам интересно только то, что вы делаете. Нет, мне интересен мир как таковой, мне интересен человек. Мне человек интересен. Нет, это неправда. Не то, что я делаю. Мне интересен мир, мне интересен человек, мне интересен мир маленького человека. И очень интересен. И я думаю, я надеюсь на то, что я все-таки диалог веду с миром. И с собой, и работами своими. Нет, нет. Я не зацикливаюсь на себе. Я читаю, интересуюсь, смотрю, знаю, хожу, разговариваю, общаюсь. Вы перед началом эфира упомянули, что вы не только в жюри Лучезарного Ангера были, что вы были и в другом жюри, и что меня порадовало очень, что с вашей точки зрения есть очень много перспективной, талантливой молодежи у нас. Да, вы знаете, вот я был сейчас в жюри в Авгике, и мы посмотрели 136 картин короткометражных за три дня. А, то есть тоже короткий метр. Короткий метр, да. И это молодые люди, это дипломы и курсовые работы. Там были работы операторов, звукооператоров, режиссеров, конечно. Очень много. Это просто нон-стоп был такой. Ты садишься, взял, и нон-стопом идет подряд. Там с получасовым перерывом два раза. Мне было очень интересно. Я радовался каким-то работам, что люди ведут диалог с тем, что происходит. Они разговаривают со мной через экран и делают такие попытки. Очень много таких высказываний интересных, человеческих. Молодых людей. Ну, наверное, там не больше 25. Ну, это такие честные картины. Мне кажется, что везде можно найти какое-то зерно. Но даже если кажется, что на экране неудача, то я всегда смотрю так, что, ну, всегда можно найти какое-то интересное высказывание. Человек этим что-то хотел сказать. И всегда ты находишь это. Что он хотел сказать? Если ты вместе с ним начинаешь разбираться в его языке, как он хотел это тебе преподнести, нам, всем. Мне это любопытно. Мне интересен человек. Как вы относитесь к тезису, что в отличие от профессии оператора, звукорежиссера, актера, режиссер непременно должен быть человек с опытом, с багажом и с определенным возрастным цензом. Ну, что, условно говоря, младше 30 лет не стоит браться за режиссуру. Наверное, опыт — это хорошо. Но я думаю, что молодые люди с таким внутренним каким-то глубоким миром, мироощущением, я бы так, наверное, сказал, они очень интересно высказываются. Я думаю, что это возможно молодому человеку, несмотря на то, что он не имеет опыт, мне сказать что-то такое, что я еще не знаю про себя, про этот мир, потому что он его видит другими глазами, он видит не такими глазами, как я. Я никогда не навязываю свою точку зрения. Мне интересна точка зрения собеседника. Знаете, вот мои родители, я про это говорю, они научили меня очень многому. Они простые рабочие люди, у нас была очень простая семья, научили меня очень многому. Они научили меня одной главной вещи. Помимо любви, помимо каких-то восприятий, пониманий, научили меня уважать чужой труд и трудиться самому. И мне кажется, что это, вот я пытаюсь это своим детям тоже, собой, своими какими-то действиями, словами тоже это в них внедрить. И это очень важно, что ты уважаешь человека, чей труд ты видишь на экране. Ты не относишься к нему с отрицанием. Он тебе интересен. Или незачем идти в эту профессию? Просто незачем идти. Ради чего? Ради амбиций, денег? Ну, наверное, да. Ну, наверное. Но я думаю, что то, что остается после тебя, это очень важно, когда ты уходишь из этого мира. Что ты оставляешь после себя? Свои амбиции, ну, наверное, деньги, ну, куда это? Куда ты с собой не заберешь? Ну, наверное, повезло все-таки юным актерам, которые с вами работают. А нам повезло, что вы к нам пришли и поделились. Я говорю, что наболтал чего-то, я так вообще обо всем. Все-все очень отлично, мне понравилось, я верю, что зрители тоже большое спасибо вам. Ну, дай бог, что вам понравилось. Спасибо вам. Про золотую рыбку мы не поговорили. Мы как раз про вашу золотую рыбку поговорили, а нашу мы в этот раз проигнорили. Хорошо, ладно, спасибо большое. Спасибо.